Эй, Аргус, кто-нибудь дома? А? О, Воланд! Эээ, где я? Эй, есть кто живой? Ау-у-у! Какого чёрта я здесь? Быстро отвечай! Что со мной сделали? Опа, и у нас выбор. Рассказать правду, рассказать только часть. Хммм... Давай, давай, мы тебя приручим. Что? Не пытайтесь обмануть. Что? То есть, подожди, это реально пасхалка? Наконец-то убираем всё ненужное. А, а, боже, что это? Бляха, я испугался! Тем временем. О, Воланд, Люциус! А ведь я убил его! Убил! Бедный попугай! Может, надо всё рассказать Бастину? Внимание, внимание! Наконец-то по сюжету мы узнали, кто такая Катрин. Крутая информация, сейчас расскажу. Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка, это Игра Бога. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка! Добро пожаловать в Игру Бога, где мы действительно узнали, кто такая Катрин. Напомню, главное, Катрин, это невеста волшебника Аргуса, которая прямо сейчас находится в этой капсуле. Да, прямо около демона Воланда. И вот, что мы узнали. Оказывается, эта девушка, Катрин, из семьи магов-инженеров. Она сама нашла способ создать устройство, которое накапливает магическую энергию. То самое устройство, которое сейчас нам позарез нужно, чтобы спасти древо жизни. Но, как Катрин оказалась в капсуле? Если верить волшебнику Аргусу, то её кто-то проклял. А теперь подумаем, зачем? Почему именно Катрин? Почему именно её? В этом нет никакого смысла, если нету очень важной причины. Моя догадка очень простая. Тот, кто пытается уничтожить великое древо жизни, проклял Катрин. Чтобы она не создала своё магическое устройство и не вылечила дерево. Внимание, повторяю, это только моя догадка и только моя теория. Да, она может быть притянута за уши. Может быть, на самом деле всё проще. Подошла какая-нибудь ведьма Катрин, такая «Скуши это яблочко». И всё, яблочко отравленное. Значит так, прямо сейчас чертёж магического устройства Катрин находится у Бастина. И надеюсь, что он его разгадал. Добываем яблоки. Едим. И тут же к Бастину бежим. Эй, Бастин! А! Что? Похоже, дома никого нет. Вау, круто! Даже в чате теперь пишется. Это гениальная идея, потому что раньше я ходил, искал. Ладно, Бастина нет. Тогда мы проверим Аргуса. Может быть, он уже вернулся из библиотеки? Эй, Аргус! Кто-нибудь дома? А? О, Воланд! Эээ, где я? Эй, есть кто живой? Ау! Офигеть! Очнулся! Он очнулся! Воланд! Я впервые за кучу серий вижу тебя нележачего! Привет! Ты же не опасен больше, да? Ты, эээ, знакомое у тебя лицо. Кстати, я только сейчас понял то, что мы с Воландом один на один видимся впервые. А, что происходит? Какого черта я здесь? Быстро отвечай! Что со мной сделали? Опа, и у нас выбор. Рассказать правду, рассказать только часть. Хммм. Хммм. Честно говоря, я хочу рассказать только часть, не упоминая Аргуса. Потому что если он узнает то, что с него выкачивали кровь, то мне кажется, Воланд офигеет. Я нажму, наверное, рассказать только часть, но перед этим я нажму рассказать правду. И потом просто загружусь. Опять же, я это специально предупреждаю, чтобы потом комментарии не были «Эй, ты чё, выбираешь другой вариант?» Нет, я сразу предупреждаю, что выбираю последний. Но по приколу сначала выберу первый. Рассказать правду! Эээ, что? Эээ, то есть, я был лабораторной крысой? Эээх вы! Мммм. Где моя сила? Эээ, да я тебя и так убью! О! What the fuck? Чё? У него нету магии, и он заколошматил меня за один удар? Серьёзно? Эээ, блин. Мне на самом деле понравился первый вариант, но я пообещал, я сказал то, что выберу второе. Именно поэтому рассказать только часть. Эээ? То есть, как это я потерял сознание во время припадка? И вы отнесли меня сюда, пока я не очнусь? Вот это забота! Ха-ха! Слюни мне потирали, небось. Так вам и надо. Хмм. А я, кстати, и правда чувствую себя намного лучше. Нет этого... Ммм... Тумана в голове. А ты забавный. Ха, болванчик такой. Приятель Люциуса, да? Ты охренел, тебя спасли, а ты так говоришь? Вот, блин, все демоны, походу, говнюки. Ммм, да. До меня тебе далеко. Первым его другом был я. Он был так одинок, что мне жалко его стало. Теперь я оказался в его шкуре. Ха! Ах, помню Люци мне всякие чудеса показывал. Сильнее меня сделал. Громили поселения. Ах. Ох, и времена чудесные. Ха! А в последнюю нашу встречу он был такой занудой. Ты плохо на него влияешь. А сейчас, болванчик, быстро к нему. Так, эээ... А! Он телепо... А, он не может телепортироваться. Что? Опять попытался? Это еще что за чертовщина? Куда ушла моя сила? Нэээ. Тогда идем к Люцу пешком. Там и узнаем. Он же у нас полубог. Шевели ногами. Ммм, опять выбор. Пойти, не пойти, пойти, не пойти. Ну ладно, тут я, наверное, не буду загружаться. Просто пойдем. А! Спустя полчаса дороги. И где мы? А, мы у замка, точно? Наконец-то пришли. Ну, где он? О, сейчас ты офигеешь от того, что у него змея появилась, питомец появился. Давай-давай, шевели ногами. А вообще, Люцу стал добрее, так что ты не общайся больше с ним. Ты плохо на него влияешь, понятно? Эй, Люцу, смотри, кто пришел. Э, Воланд, Люц. Ха, привет, дружище. Не ждал? Ложка. Что же ты мне не сказал, что он очнулся? А вот такой сюрприз. Воланд, с тобой все хорошо? Я, эээ... Волновался. Да, разумеется, хорошо. Как еще-то? Ну, а что? Как старые добрые? Э, кстати, куда моя магия делась? Мы к тебе сюда пешком шли. Э, так, Воланд, перестань. Ты не будешь ничего здесь крушить. Успокойся. А магия... Эээ... Думаю, тебе надо еще отдохнуть. Оставайся у меня, а? Люц, какой-то ты добренький. Ха-ха. А что это у тебя за зверь? А, это... У меня тут поселилась. Э, да. Приперлась и никак не уходит. Эй, Люцу, а что ты врешь-то? Скажи ему, как есть. У тебя появился питомец, которого ты даже любишь. Ну, а я что? Я думаю, пусть живет. А? Ты что, любимчика завел? Ну-ка, иди сюда. Не трогай. То есть, эээ... Ну, а она укусить может. Ха-ха-ха. Поражаюсь, я тебе, Люциус. Какой ты мягкотелый стал, а? Вспомни, как мы с тобой развлекались. Так, эхэм... Воланд, давай ты лучше осмотришься в своем новом доме, а? А, хорошо ты придумал. Ну и пойду, раз сам просишь. Да, иди, да. Лолошка. Я присмотрю за этим оболтусом. Я ведь, эээ... Ну, он был первым, с кем я начал общаться. И из-за меня все это произошло. Лолошка, я возьму это на себя. О, мне дали записку 88, и... О! Записка 88 обновлена. Я хотел сказать, что Волан теперь ходит и просто осматривается в замке. Ну ладно, пусть ходит. Так, записка 88. Наконец-то, спустя столько времени Волан точнулся. Эх, но рассказал я ему далеко не все. Думается, что правда, ему бы не очень понравилось. Сейчас он у Люциуса. Люциус сказал, что все под контролем. Ха, черт. Непривычно от полубога слышать такие серьезные слова. Посмотрим, что на самом деле получится. А, кстати, Аргуса дома нет. Видимо, он уже ушел в библиотеку искать записи про проклятие. Ага, давайте сразу проверим Люциуса. Не поговорить. Проверим Воланда. Тоже не поговорить. Змею. Тоже нет. И зачем я каждый раз змею проверяю? На всякий случай проверим дом Аргуса. Эй, Аргус, ты дома? Никого. Тоже никого. И здесь? Эх, и наверху. Телепортируемся домой. Спать. Не нужно убирать. И то, что у меня заполнен сундук, понимать. По-любому надо расширить. Вся руда из обычного Майнкрафта. Железо, золото, алмазы, изумруды и так далее. А здесь валяется вся руда из модов. О, медь, кстати, положим. Рубрика комментарии. Перенеси Сильвестра домой. Привет, Сильвестер. Сиди на своем законном месте. И покушай. Мы тоже есть. Убирать. И нашу новую ферму серы проверять. А ну-ка. О, нифига себе. О, а че так много-то? Неочищенная сера переделывается в очищенную серу. И теперь мы можем использовать божественную магию Люциуса. Стрелять огнем за две серы. И также за две серы переплавлять любой блок руды. Бам! Причем всегда получать сразу три слитка. И любой другой руды. До меня дошла офигенная мысль. С тех пор, как у меня появилось это офигенное заклинание, и я добываю дофига слитков, я могу очень быстро прокачать маяк до третьего и даже четвертого уровня. По сути, все, что мне нужно, это много серы. А для этого большая ферма. Телепортируемся в край. Убегаем. Засыпаем. Копаем. Застраиваем. И, наконец, заливаем. Дело сделано. Вашему вниманию представляется увеличенная ферма серы. И, пока я говорил, ферма уже принесла первые плоды. 29, 30, 31, 32. Да, по сути, здесь можно постоянно сидеть и постоянно будет что-то новое появляться. Переделываем. Давайте посчитаем. Две серы это одно нажатие по руде. 32 делим на 2, получаем 16 кликов. За один клик три руды, получается 16. Умножаем на 3, итого 48 руды. Умножаем еще на 2 и получаем за один стак серы, то есть за 64, мы зарабатываем 96 руды. 96 делим на 9 и это 10 блоков. Мне надо примерно 3-4 стака серы. Растите, мои малыши, растите. На всякий случай пора проверить Бастиана. Эй, Бастин, ты дома? О, ты дома, наконец-то. О, Лолошка. А? Ты чего такой взволнованный? Что-то случилось? Демон очнулся. Точно, он же еще не знает. Сейчас он у Люциуса восстанавливает силы. А, демон. Ой-ой-ой, вот это Аргус не вовремя ушел. А еще, Аргусу очень не понравится, что ты был в подвале без его ведома. Эх, ладно уж, что сделано, то сделано. Ты сказал, демон восстанавливает силы? Нам обязательно нужно взять этот процесс под контроль. Не забывай, наш демон последний в своем роде. Если вдруг сейчас, пока он слаб, что-то случится... Эх, да и не только сейчас. Мы потеряем эту расу навсегда. Поэтому, Лолошка, нам нужно защитить его от любой опасности. Есть у меня один вариант. Каждая фракция обладает своим святилищем, которое усиливает магию. У Ордена это древо, например. А в твоей фракции это особое строение. Оно будет давать тебе силу, и твое обучение с Люциусом станет эффективнее. И что самое главное, оно будет защищать Воланда, так как он адское существо. Эх, надеюсь, Люциус будет не против, если мы построим святилище возле замка. Не думаю, что он понимает всю важность этого дела. Сейчас я напишу тебе список нужных материалов. Текст... Вот, держи. Как построить святилище? Можешь посмотреть в своём кодексе мага. Построй его рядом с замком Люциуса. А дальше... Я скажу тебе, что делать. Ооо, ничего себе! Что-то строить! Наверное, это реально первое задание за весь сюжет, где надо что-то построить. Да, я помню то, что было задание построить клетку для Воланда, но... Не знаю, это не задание. Такое себе строительство, короче говоря. А здесь... Ооо, а вот здесь реально! Незерские кирпичи, ограда из кирпича, плачущий обсидиан, резные незерские кирпичи. Короче, всё, что связано с крепостью, надо принести. А вот что такое волшебный мел, пока что непонятно. Ааа, нет, вот это! Магический мел. 40 использований, поэтому хватит. Итак, у нас новое задание. Магический центр. Соберите материалы для святилища демонов и построите его, опираясь на иллюстрации из книги кодекса мага. Ааа, то есть прям в этой книге, ничего себе. Светилище демонов. Ага, вот оно. Да, требуются те самые прибамбасы. Визуализируйте мультиблок в мире. Вау! Мы можем сразу посмотреть, как это строить! Боже! Это божественно! Ну а мы помним, поставить надо около замка Люциуса. Я думаю, что вот здесь самое идеальное место, да? Прямо на воде. Бам! Всё? Я всё сделал? Да, и теперь надо строить. О, кстати, если бы мы выбрали некроманта или фей, то у нас были бы другие святилища. Так, а ну-ка, как у фей смотрится? Ничего себе! Это полноценное дерево! Так, ладно, демонов так демонов. Телепортируемся домой. Убираем мусор. Телепортируемся в адскую крепость. И проверяем список. Незерские кирпичи, незерские кирпичи, незерские кирпичи и незерские кирпичи. Ну ладно, добудем. Работа выполнена полтора стака. Наверное, самое тяжелое это плачущий обсидиан. 9 штук! Где я такое достану-то? На всякий случай проверю дома. О, как же это прекрасно! 45 штук есть! Офигеть! Огни воссоздаём. Поздравляю, все ресурсы собраны! Кирпич переделываем на другие компоненты. Не забываем про резные кирпичи. Привет, ступеньки! Пора строить, дамы и господа! 111, 112, 113! У-у-у! Завершено! Так, а что дальше? Мне надо к Бастиану подойти. А! А-а-а! Все, задание выполнено! ТП к Бастиану. Это убираем, мне больше не понадобится. Лолошка, уже справился? Замечательно. Теперь нужно обозначить место, которое святилище будет защищать. Обведи по кругу замок Люциуса. Используй зачарованный пепел. Когда все сделаешь, круг должен вспыхнуть. И защита активируется. Э-э, чего? Ты хочешь, чтобы я огромный замок обвел пеплом? Еще раз, телепортируемся и... Вот этот весь замок надо обвести пеплом! А-а-а! Я-я-я-я же кокну все это делать. Это же невероятно долго. О-о-о, тут еще и в некоторых местах не получится так просто обвести. Тем не менее, адское сооружение смотрится неплохо. По крайней мере, Люциусу точно подойдет. Мне нужен какой-то пепел. Задание. Крукада. Обведите замок Люциуса магическим пеплом. Так как здесь три пепла, я на всякий случай спросил у сценаристов, каким пользоваться. Они сказали вот этим. А-а, так он делается вроде просто. Собираем кости и получаем зачарованный пепел. А кости мы можем получить, мгм, например, купив у дварфов. О-о-о, повезло, повезло! Как раз кости продаются. Малый самоцвет феи. Сейчас принесу. ТП домой. Забираем самоцветы. ТП на рынок. Покупаем. Раз, два, четыре, шесть. Все. Шестьдесят костей. Это мой максимум. Ты меня очень выручил, дварф. Вот я тебе реально руку хочу пожать. Вот давай, вот так. Хорошо. Хорошо. Если мы пользуемся обычной печкой, то переплавляется 10 секунд. А если мы пользуемся плавильной, то 5 секунд. Делаем плавильню. Дощечку убираем. Ставим. Кости и топливо добавляем. На всякий пожарный, так как мне может не хватить пепла, надо добыть еще костей. Поэтому спать. Таким образом рынок дварфа обновлять. И охотника проверять. Пожалуйста. Не-е-е. Нет. На этот раз не повезло. Зато золото заберу. Давным-давно у меня стоит вейпоинт под названием оборотни. Под этим вейпоинтом данж. А в этом данже много скелетов. Скелеты. Ооо. Ооо. Начали появляться. Я просто хочу проверить, это те кости, которые мне нужны или нет. Допустим, я убил и... Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Вот, косточки падают, но это же не те кости, да? Итак, кость заколдованного скелета. Переделать в обычные кости мы не можем. Тогда проверим сундуки. Железо забираем. Опыт забираем. Здесь также огромное количество редстоуна и лазуритовых блоков. Забирать я пока что их не буду, но я запомню то, что они здесь есть. А вот насчет костей плохие новости. Их нет. Домой. Добытое убирать. Хех, была не была. 120 зачарованного пепла. Начинаем выстраивать защиту. Только сейчас понял то, что дома у Аргуса такая же защита. Ааа, черт! Мне нужно еще примерно столько же. Ладно, скелеты и сушители, ваш выход. Скажу честно, не самое интересное занятие, но тем не менее у меня почти получилось и... Да! Задание выполнено, круг ада. Фух, я сделал это. Аа, как же я заколебался. Посмотрите, через что мне пришлось пройти. Вот здесь копал, вот здесь выкладывал, вот здесь копал. Даже тут блоки добавлял. Ага, пепел заработал. Телепортируемся к Бастину. Эй, Бастин, я все сделал. Эм, готово? Эм, так, давай проверим, точно ли все работает. Веди меня к замку. Так, мне просто телепортироваться? Ну давай, телепортируемся. Хм, так, да, вроде бы все правильно. Отлично! Теперь, когда ты будешь в святилище, мощь твоих огненных заклинаний вырастет. И это, подробнее читай в кодексе, если будет интересно. И если что, демону тоже ничего не угрожает. Лолошка, если вдруг что, сразу беги ко мне. Я буду дома. Ох. Понял. Обновление журнала записка 89. Ничего себе! Я рассказал о Воланде Бастину, и он предложил построить святилище, которое усилит мою магию и защитит Воланда. И правильно сделали, учитывая характер этого демона. Фух, теперь пока он у Люциуса, ему ничего не угрожает. Эй, Люциус! Воланд! Я кое-что сделал! А! Я не могу поговорить! Ааа! То есть, Люциус еще даже не знает о том, что мы сделали это. Хорошо, ТП домой. Наконец-то убираем все ненужное. А! А! Боже, что это? Бляха, я испугался! Тем временем. О, Воланд, Люциус! А ведь я убил его! Убил! Бедный попугай! Эх, каким я был бесчувственным и жестоким! Может, надо все рассказать Бастину? Или не стоит? Или все-таки надо? Ааа! А? Емааа! Так, погоди, погоди, Люциус! Мне, скорее всего, прямо сейчас нужно телепортироваться. Но! Мне идея пришла в голову! Недавно, наверное, серии 5-10 назад. Мне предлагали такую пасхалку. Попробуй приручи попугая. Якобы этим попугаем можно обмануть Бастиана. Так как вы эти комментарии пишете уже миллионы серий, я, наверное, возьму немного пшеницы. Ну, то есть, семян пшеницы. Терепортируемся в джунгли. И находим попу... Вот-то фак? Это че? Это макака! Погоди, возьми! Смотри, морковка! Это грёбаная горилла! Вау! Вау! Это очень круто! Она листочками кормится! Так, ладно, ищем попугая. Супер, попугай найден! Стоп! Стоп! А ну-ка иди сюда! Давай, давай, мы тебя приручим! Что? Не пытайтесь обмануть! Что? То есть, подожди, это реально пасхалка? Короче, у меня есть догадка. У меня почему-то есть догадка, то, что сценаристы пишут пасхалки, а по вашим комментариям. Реально, вот почему-то у меня такая догадка. Каждый раз, когда я проверяю ваши пасхалки из комментариев, они срабатывают? Ну что это такое? Клянусь, я сейчас на 95% уверен был, что это не пасхалка. Ну просто, чтобы комментарии перестали писать, я это проверил. Обалдеть! Короче, если у вас есть ещё какие-то идеи, пишите в комментарии. И тем временем появляется восьмая пасхалка из двенадцати. Мы помним то, что их двенадцать. Всего в первой главе сюжета двенадцать пасхалок. Пасхалка номер восемь. Другая материя. Боги живут совсем не как смертные. Они не вступают в отношения, не испытывают чувств, не привязываются никому и не общаются со смертными. Исключая некоторые случаи, о которых почти ничего неизвестно. Для богов полубоги лишь рабочие руки, а не дети. Они не воспитывают их, не проявляют заботу и любовь. Ого! Офигеть, какая крутая информация! Вот почему Люциус был таким, каким мы его тогда встретили. Злым. Невоспитанным, можно сказать. Потому что все боги такие. И, как говорится, яблони от яблоки недалеко падает. Офигеть! Не, без шуток, это очень крутая пасхалка. Ну, а с этой информацией мы разберемся уже в следующей серии. Да и к Люциусу тоже пойдем в следующей серии. На этом мы будем постепенно заканчивать. И, ребята, надеюсь, то, что досмотрев до этого момента и не подписавшись на канал, вы подпишитесь прямо сейчас. Пожалуйста, пожалуйста. Я понимаю то, что многие думают, что это обращение не к ним. Потому что они всегда думают, что вот есть какие-то другие зрители. Вот я, я зритель индивидуальный такой. А есть еще какие-то другие. И по-любому это обращение не ко мне. Но нет, на самом деле, каждый ютубер, когда говорит такую фразу, он обращается к любому человеку, который слышит эти слова. Поэтому я очень сильно надеюсь, что если вы не зарегистрированы или не авторизованы на ютубе, вы авторизуетесь или зарегистрируетесь и подпишетесь. Большое спасибо, если не пропустили эти слова мимо ушей. И огромное спасибо вам за ваши оценки. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Новая Пасхалка. Всем удачи, всем пока, 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 пока.